Всем привет, ребята! Мы сейчас едем гулять, и у нас сегодня последний день получается. Мы решили поехать в дороговый центр, может быть, я себе еще что-нибудь прикуплю, но так помелочи. Я вчера помемела, в принципе, и все у меня помещается, все нормально, все отлично. Вот такой вот здесь прекрасный вид из окна, новая дорога, абсолютно ровная, чистая еще такая. Мы сейчас едем на автобусе. Я люблю вообще корейские автобусы и вообще корейский транспорт. Там я буду уже с Сержем ездить, ну не знаю, может быть, тоже буду как бы выбираться сама куда-то на метро, на автобусе посмотрим, на маршрутках. Я уже просто настолько привыкла, что там мы на машине передвигаемся. А здесь мне понравилось, знаете, не переживаешь ни за парковки, ни за что, слезла где тебе нужно. Просто здесь еще остановки частые, поэтому это очень удобно. Смотрите, там какая красивая гора. И там есть еще парковая зона, но мы туда сегодня не пойдем. А так у меня есть такое желание подняться до самой вышки. Ну, по крайней мере, до того места, где есть лестницы. До конца лестницы, точнее. Пойдемте, давай руку. У всех это Суприм. Мы зашли внутрь, и здесь постоянно кричат о распродажах, причем очень так громко. И зачастую хорошие вещи можно найти по классным ценам. Допустим, если футболка стоила 30 долларов, ее можно купить там за 10 долларов. Притом, что если не будет в ней распродаж, вы придете в обычный день, вам придется купить за 30 долларов. То есть за ее изначальную стоимость. Так что, как бы по распродажам здесь ходить одно удовольствие, потому что те же самые вещи потом по обычной цене продают. И распродажи довольно-таки часто везде проводятся абсолютно. Будь там какой-то супермаркет, гипермаркет, либо же какой-то рынок, магазин одежды. Причем везде-везде-везде качество хорошее, и можно найти классные вещи, модные, навыки на любой вкус. И вот моя уже первая покупочка. Я не удержалась и взяла вот такую сумочку. Я такие сумки люблю, несмотря на то, что в моде они не в моде, мне абсолютно все равно, потому что сюда закинул все необходимое и пошел, например, там гулять, еще что-нибудь. Ее можно через свечо, можно сделать короткую ручку. Я сюда еще хочу взять пулстый ремешок, но уже отдельно буду заказывать. Короче, мне очень понравилась вот эта сумочка. Кстати говоря, стоило вообще недорого. И сейчас мы хотим пойти поесть. Вот сейчас выбираем. Пойдем посмотрим, что здесь вообще есть. А это все муляжи. Я уже как-то рассказывала о том, что есть отдельная профессия людей, кто делает такие муляжики еды. Мы зашли в кафе поесть и решили корейской еды поесть. И знаете, здесь такой интересный будет у нас суп. Он как бы корейский, но с копченостями, то есть острый. И мы его будем сейчас сами готовить. Я вам сейчас покажу все. В общем, вот такая кафешка здесь. И нам уже принесли все. Включили, по-моему, к лету. Да, уже включили. Здесь электрические. Они бывают на газу, бывают на углях. Ну, это обычно там, где мясо. Да, здесь именно супы они готовят. Точнее, мы будем готовить. Нам уже принесли наборчик. Вот он. Здесь копчености, сосиски, грудинка. Рис каждому. Это сыт на троих. И еще детям мы детский набор заказали. Это фасолька, редька, там огурцы соленые, напитки, короче, заказали. А, и, кстати, часто просите говорить по ценам, что уходит, когда мы ходим гулять и заходим в разные кафе, рестораны. Вот. Все вместе, общий счет вышел, получается, 41 тысяча вон. Это где-то 41 доллар. Ну, на рубли, если переводить, около 2400-2500 тысяч рублей. Я думаю, что это очень дешево. Вот. Если по отдельности, то суп на троих стоил 33 доллара. Детский набор 6 долларов. И по доллару стоят напитки. И здесь еще, естественно, водичка. Я газироков так особо не пью. Сейчас закипит, и я буду готовить. Потом вот набирать сюда индивидуально можно. Можно отсюда есть. Короче, вот так вот все. Прикольно так сделано. Я, когда Вики на видео посмотрела, что они здесь суп ели, я говорю, обязательно сходим сюда. Помнишь? И вот пришли сюда. Правда, они в последний день, правда, пришли. Но они до этого заказывали какой-то другой суп в кимчатике, по-моему. Вот уже начал закипать. Да, сейчас уже надо его будет размешать, потому что... Да, ну пусть сейчас закипит. Ага. Нужно, чтобы все закипело. Там лапша еще. А вот еще в набор мы заказали чикен. Это... Он шел бесплатно. Не то, что бесплатно. Ну, не бесплатно, а... Он с этим идет. С этим идет, просто там на выбор можно выбрать. Да, можно на выбор. Либо мясо можно было, либо котлету куриную, да, либо же вот такой... Это чикен. Девочка, не горька. Не, они... Сладковато. Но сладковато-острый будет. Кстати, они в карамельное, опять, в карамельно-медовом соусе. Смотри. Сначала это попробуем. Да, хрустящий. Агутки сладкие. А мне нравится, еще арестом посыпали. Короче говоря, сейчас будем пробовать. Сейчас уже супчик закипит наш. А, и там еще эти токи, да? Ток-поки. Остро-сладкие, да? Да, острые. Ты хотела попробовать. Веречко. Пустяще. Пустяще, курочка там. Ага, мне нравится. Мне тоже. Мы в другом месте ели чикен. Конечно, есть, которые не айсовые, а вот это прям такое прикольное. Да, нормально, мне нравится. Сейчас вам еще детский наборчик принесут. Все. Приятного нам аппетита. Хотела вам показать, в общем, как теперь выглядит супчик, пока он готовится. И настоящий праздник живота у нас сегодня опять. Как мне многие пишут, что ты в Корею приехала, каждый день много ешь. Постоянно ходите в какие-то кафешки. Еще и похудела. Еще и похудела. Как так, да? Расскажи секрет. Все прикольно. Здесь еще лапша внутри. Смотрите, как много. Это целая кастрюля. Она рассчитана на трех человек, но здесь спокойно можно поесть пятером, учитывая, что еще закуски и салаты, и напитки. И плюс еще рис. В общем, короче, мы набрали всем суп. И сколько у нас еще осталось. Вот так вот. Так что, если будете ходить в такие места в Корее, заказывайте, если вы втроем, заказывайте сет на двоих. Даже останется. Если вы пятером, заказывайте сет на троих тогда. Так что, вот так вот. Детский набор уже принесли, они едят. Приятного аппетита. Хотя, девочкам понравился чикен. Как видите, они его уминают за глаза. Особенно Каролине, потому что она любит киевские крылышки. Но вот эти ей понравились в сто раз больше, да? Так, лайк. Приятного аппетита, наши деньки. Смотрите, здесь повсюду солнцезащитные крема продают. И получается, один плюс один здесь акция идет. Вот эти лосьоны и гели для душа вообще суперские. Мы здесь, как обычно, смотрим косметику. И Вика здесь тестила тинты. И теперь они могут это все оттереть. Я тоже тестила. Мы купили детям помады. Они постоянно берут наши с Викой помады, отзысаем в виде конфетки. И мы решили купить им отдельные. Они выбрали одинаковый цвет. Он очень классный. Вот как у меня на руке. И одна Лерочке помада, другая Каролине. Вы обещаете, что больше нашу косметику не будете трогать? Нет. Потому что у нас нет помады. Да. Пойдемте. Кстати, эти конфетки, тинты от фирмы The Siam. Она очень классная. Я вообще люблю эту марку косметики. Гуляем сейчас до сих пор в отделе с косметикой, с одеждой. И никак не можем дойти до продуктового отдела. Мы хотели что-нибудь вкусненькое домой взять. И потом уже поехать. Пока что гуляем. Никак не можем определиться, что мы еще хотим купить. Вика там уже и на шампуне с бальзамами для волос перекинулась. После помад. И вот смотрим. Для тела хочет взять лосьон какой-нибудь. Еще смотрит. Не знаю, возьмет или нет. Если возьмет, то она вам покажет уже в своем видео. А мы здесь пока тоже гуляем. Здесь очень много разных косметики. Акций сегодня очень много тоже. Хотя у нас сегодня будний день. Не знаю почему. У них сегодня тоже очень хорошие здесь скидки. Как у тебя дела? Да, да, да. Ты будешь по нам скучать? Да. А что это такое? Мама, она с нами полетит. Она с нами полетит? Да. Да ты что? И будет там жить, а всегда. И вы будете в один садик ходить? Да. В одну группу? Ну, а сейчас я. Молодец. Ну, а сейчас, когда я буду искать от твоего маленького, я буду им приезжать. И они мне будут кучать. Да. Мы будем приезжать, да, друг к другу? Да. Мы уже приехали. И сейчас идем в магазин за водой. Потому что у нас закончилась водичка. И плюс еще мы хотим купить что-нибудь вкусненького к чаю. Вчера мы ели мороженое. Оно очень вкусное было. Хотя я не любитель мороженого. Но мне понравилось. С манго прям такое, знаете, как будто охлажденное манго. И здесь вообще, помню, как-то я ела мороженое со вкусом тыквы. А я тыкву обожаю вообще в любом виде. И что-то больше я его не вижу. Ты не видела больше мороженое с тыквой? Я не видела. Вот. Пойдем сейчас в магазин. Купим водички, сладости. Вечером еще чай попьем. Посидим, скажем так, на дорожку. А завтра уже с утра рано будем собираться. Аэропортик ждет нас. По дороге мы решили зайти на площадку. Мы, оказывается, поняли, что у нас есть еще где-то лишний часочек. И можно здесь посидеть, подышать воздухом, насладиться вечером. Здесь так тихо, да? И хорошо здесь сидится. Вы как думаете, кто там, Каролина или Лера? Конечно же, Каролина. Скачет. Ага, Лера спокойненько там. Хотя нет, тоже что-то выдумала. Смотри, как залезла. Купили, девочки. Лера выбрала мармеладки. Каролина, как обычно, сладкую вату. Везде такую вату ты найдешь в стаканчиках. Да? Мы воду взяли. Вот она, наша водичка. И сейчас пойдем домой. Машина сбила. Не сбила, что ты? Шутишь так. У нас уже стало немножечко прохладно, потому что вечер. И все, я думаю, что это будет предпоследний влог наш совместный с Викой. Следующий влог уже будет из аэропорта. Вы сможете посмотреть и на Викином канале такой влог, и на моем канале этом влоговом. Все влоги выйдут, кстати говоря, я решила, что здесь, на этом канале. Также подписывайтесь на наши инстаграмы, потому что мы будем публиковать сторис, когда будем в аэропорту. И Вика будет публиковать, и я. И подписывайтесь на Викин канал, чтобы смотреть ее видео потом уже, когда я улечу. Всем пока. Увидимся с вами уже очень скоро. Пока. Пока-пока-пока-пока.